Недавнее высказывание Путина о красных линиях для Москвы неожиданно вызвало бурную дискуссию на Украине, хотя оно и не на украинскую аудиторию было рассчитано. В преддверии приближающегося саммита США РФ все высказывания первых лиц России и США направлены прежде всего на противоположную сторону для создания более сильной переговорной позиции и для усиления уже имеющейся. Путин меньше всего хотел таким образом всколыхнуть общественное мнение на Украине, на которое он по большому счету и повлиять-то не может. Там правят балместные провластные СМИ, а оппозиционных там уже и не осталось, промывая мозги своему несчастному населению. Относительно же красных линий тема возникла как реакция Путина на вопрос корреспондента, является ли членство Украины в НАТО красной линией для РФ, в котором журналист сослался на ранее подобные высказывания президента. И хотя вначале Путин начал отказываться, что подобного он никогда не говорил, но весь последующий его монолог навел на вполне очевидную мысль, что членство Украины в НАТО, безусловно, является красной линией для Москвы. Только аргументы Путин привел не вполне убедительные. Он сослался на то, что никакие устные договоренности между первыми лицами государств не имеют никакой юридической силы, что позволило НАТО окружить нас своими вновь принятыми членами из стран бывшего соцлагеря и даже бывших советских республик, наплевав на все обещания Горбачеву не делать этого. Верить никому на слово нельзя. Для справки я напомню, что созданный в 1949 году Североатлантический военно-политический блок включал в себя на тот момент 12 государств США, Канаду, Великобританию, Францию, Италию, Португалию, Данию, Норвегию, Исландию и три страны Бенилюкса, и создавался для защиты Европы от советского влияния. За прошедшие годы он пережил восемь расширений, в результате чего трансформировался в блок из 30 государств. И если первое, второе и третье расширения, еще как-то можно понять. В 1952 году к блоку присоединились Греция и Турция, в 1955 Германия, а в 1982 году Испания, то, что там забыли Венгрия, Польша и Чехия, присоединившиеся к блоку в 1999, четвертое расширение, а также Болгария, Румыния, Словения, Словакия. Не говоря уже про трех могучих прибалтийских тигров, присоединившихся к НАТО в 2004, пятое расширение, я не знаю. Но и этого НАТО показалось мало, и в 2009 к блоку присоединились Албания и Хорватия, шестьюе расширение, в 2017 Черногория, седьмое расширение, а в 2020 М Северная Македония, восьмое расширение. При этом Советского Союза, которому они все изначально противостояли, 30 лет уже как не было. Следующая на очереди на низком старте стоит Босния и Герцеговина, получившая в 2010 план действий по членству в НАТО, и Грузия с Украиной, мечтающая об этом. 12 июня 2020 года Украина уже получила статус партнера расширенных возможностей НАТО, Enhanced Opportunities Partner, EOPE, став шестым таким партнером Альянса, наряду со Швецией, Финляндией, Грузией, Австралией и Орданией. Это ничего Украине не дает, тем более не гарантирует членство в НАТО, но способствует Североатлантическому блоку во вовлечении ее в свои операции, в Косово и Афганистане, например. Следующая цель Украины – план действий по членству в НАТО, и она к этому планомерно идет. Даже наличие неразрешенного территориального конфликта на ее территории не сможет этому помешать. Как этот фактор можно преодолеть, показывает пример Грузии, пятая часть которой оккупирована, как уверяют грузинские власти России. Речь идет об Абхазии и Южной Осетии. Где-то с 2017 года ведутся дебаты, как обойти пятую статью Устава НАТО, предусматривающую коллективную оборону стран-членов НАТО в случае нападения на одного из них. Пока рабочим вариантом является правка, что при приеме стран с нерешенными территориальными проблемами, гарантии пятой статьи не будут распространяться на эти территории, но будут распространяться на всю остальную часть Грузии. Причем это никак не означает, что, например, Грузия отказывается от своего суверенитета над этими территориями. Просто Грузия не получит право требовать военную помощь для решения именно этих проблем. Но в случае дальнейшей военной экспансии она будет пользоваться теми же гарантиями, что и члены НАТО. Такая же калька может быть применена и к Украине. Чего не сказал Путин, поэтому Путин, говорящий, что верить партнерам нельзя, абсолютно прав. Как прав и в том, что если штаты решат кого-то еще к себе присоединить, то помешать этому Россия никак не сможет. Достаточно предоставить этой стране статус основного союзника США вне блока НАТО, после чего ничего не помешает Америке размещать там свои базы. У США более тысячи военных баз в 32 странах мира, 20 из которых не являются членами НАТО. Даже в Киргизии была база ВВС США. При этом, сами понимаете, Киргизия никогда не была членом Североатлантического альянса. Киргизия, вдобавок ко всему, является еще и членом ОДКБ. Чтобы вы не думали, что все это шуточки, я приведу только список стран, уже получивших статус основного союзника США вне НАТО. В 1987 году при президенте Рональде Рейгане этот статус получили Израиль первым, Австралия, Египет, Япония и Южная Корея. В 1996 году Билл Клинтон осчастливил им Иорданию, через год Новую Зеландию и еще через год Аргентину. При Джорджа Буша-младшем этот список пополнился за счет Бахрейна 2002 год, Филиппин и Таиланда 2003, а также Кувейта, Марокко и Пакистана 2004. Барак Обама внес туда еще и Афганистан 2012 с Тунисом 2015, а наш любимый Дональд Ибрагимович в 2019 добавил к ним еще и Бразилию. Сейчас в статусе кандидатов на это почетное звание числятся наши старые знакомые Молдова с 1992 года, Косово с 1998, Грузия с 2008 года и Украина с 2014 года. Пока это является элементом торга и давления на РФ, но решение о выдаче данного статуса принимается, сами понимаете, не в Кремле. Союзники в данном статусе изначально с 1987 года утверждались распоряжением министра обороны США при наличии согласия государственного секретаря. С 1996 года эта прерогатива передана президенту США с обязательным уведомлением Конгресса в 30-дневный срок. Напомню, на военно-воздушной базе Кадена, остров Окинава, в Японии, базируются американские ядерные стратеги в 52-х с ядерным оружием на борту. При желании президента США через 30 дней такие же могут появиться и на Украине. А кто ему запретит? 19 сентября 2014 года президент США Барак Обама отказал Украине в получении статуса основного союзника США вне НАТО. Но Байден может и передумать. А что вы ему сделаете? Войну начнете? Поэтому разговор корреспондента о красных линиях с Путиным возник, сами понимаете, не на пустом месте. Путин пытается обозначить берега, за которые заплывать не нужно. Себе дороже будет. Пока это все на уровне разговоров. Но когда на балансе стран, ведущих данные переговоры, имеется ядерное оружие, то переводить разговор с вербального в практическую сферу до обмена ядерными ударами чревато мировой катастрофой. Именно поэтому Путин и завел речь о подлетном времени американских ударных ракет с гипотетических потенциальных военных баз США под Харьковом или Днепропетровском. Наивный, сейчас такого города в Украине уже и нет. До Москвы, говоря о том, что одно дело, когда ракеты стартуют из Польши или Румынии и долетают до Москвы за 15 минут, и совсем другое дело, когда, стартуя из-под Харькова, они покрывают это расстояние за 7-10 минут. Предлагаю в качестве альтернативы сравнить, как бы штаты отнеслись к варианту, если бы РФ свои ракеты с Кубы с подлетным временем до Вашингтона 15 минут перенесли на северную границу Мексики или на южную границу Канады, сократив время подлета до 70 минут. Данный аргумент Путина, с моей точки зрения, не вполне убедительный, поскольку сравнение некорректное. Тут, как по мне, и кроется слабое место в его доказательной логической цепочке. Начну с того, а кто, собственно, нам даст разместить наши ракеты в Мексике, не говоря уже про Канаду. Их нет даже на Кубе. И вспомните, какой переполох приключился в Америке, когда в столице Венесуэлы-Каракасе приземлились два наших ядерных стратега Ту-160. Чуть Мадуро не свергли от ужаса. Не хочется сейчас вас дразнить и вспоминать американские ядерные стратеги в 52, летающие в небе над Украиной. Но что мы им сделали? Ничего. Лишь утерлись. Лавров даже озабоченность не выразил. А жаль. Хотя в этих ситуациях свою озабоченность должен выражать не Лавров, а Шойгу, теми способами, какими он может. Не хочется в очередной раз напоминать вам события Карибского кризиса 1962 года. Но тогда только от слухов о советских ракетах на Кубе за неделю в Америке погибло в дорожных катастрофах народа больше, чем за два предыдущих года, когда половина штата Флорида разом сняли с насиженных мест и в ужасе ломанулись на север, подальше от русских ракет. Путин вспомнил корреспонденту, что ракеты прав Румынии и Польша могут легко быть заменены на ударные ракеты, пусковые у них одинаковые, а программное обеспечение меняется за пять минут, после чего включится 15-мный подлетный тайминг. На что его критики на Украине тут же вспомнили про базы США в Прибалтике, мол, оттуда еще ближе до Москвы. Во-первых, не ближе. Во-вторых, там нет американских ракет. Пока нет. И в-третьих, и это самое главное, о чем не сказал Путин. Мы боимся совсем не ударных патриотов США и не их крылатых томогавков. Их наша система пролегко перехватит. А уж московский оборонный периметр вообще ни одна ракета не преодолеет. Мы боимся прежде всего противоракет нашего противника. Именно они могут обнулить наше превосходство по наземным средствам ядерного сдерживания. Возьмите циркуль, воткните его в Польшу или Румынию, а потом очертите окружность, взяв за основу дальность полета противоракеты, приняв ее за радиус. А потом то же самое сделайте, воткнув ножку циркуля в восточную границу Украины. Даже не северную, а северо-восточную. Вот тут-то собака и зарыта. Дело в том, что американские противоракеты, установленные под Харьковом или Днепропетровском, нивелируют и делают бессмысленными все наши стратегические ядерные ракеты наземного базирования, размещенные на европейской территории РФ вплоть до Урала, поскольку способны уничтожать их еще на взлетных траекториях. Что напрочь ломает имеющийся между Америкой и РФ паритет и баланс сил по стратегическим вооружениям. Напомню, преимущество США перед РФ в ядерных средствах морского и воздушного базирования компенсировалось превосходством России в стратегических ракетах наземного базирования большой дальности. Так было до последнего дня. Но в отличие от аналогичных мобильных систем, установленных на железнодорожных платформах и автотранспорте, ракеты шахтного базирования не выведешь из-под зонтика проната и не отправишь за Урал, что сводит факт их наличия практически к нулю, чем ставит под угрозу обороноспособность РФ и позволяет Вашингтону разговаривать с Москвой с позиции силы. И именно по этой простой причине наличие американских военных баз на Украине для нас неприемлемо. Это даже не красная линия, это казус бели. После заявления о появлении подобных баз США на территории Украины Путин пойдет на все. Ему отступать будет некуда, позади Москва. Штаты и так обнесли нас со всех сторон красными флажками. Но Байден в преддверии саммита поднимает ставки, Путином убийцей он не ограничился. Согласно планам Госдепа, которые он в лице Тони Блинкина и не скрывает, на территории Украины Пентагон планирует разместить не одну, а сразу три военные базы, морскую и две сухопутные, одна из которых будет базой ВВС, и тогда россиянам, следящими за политикой. Все проблемы, связанные со страной жовто-блокитных скамеек, покажутся цветочками. Украинские аэродромы при этом будут модернизированы и смогут принимать военные самолеты Североатлантического альянса. После осуществления данных мер, по мнению Киева и его заокеанских друзей, ВСУ сможет спокойно и, не опасаясь действий Москвы, приступить к зачистке восточных областей Украины. Зная о присутствии натовских войск, Кремль не станет переходить границы дозволенного. Так думают наивные идиоты из провластных кабинетов страны вечно зеленых помидоров. Я должен их разочаровать. Вряд ли до этого даже дойдет. Кремль переступит границы дозволенного еще до того, как первый американский солдат ступит на украинскую территорию. Правда, и территория после этого рискует утратить свою украинскую принадлежность. Чтобы до этого не дошло, и встречается Байден с Путиным 16 июня в Женеве. И заранее очерчивают неприемлемые для себя красные линии. То, что Украина станет предметом обсуждения, теперь после интервью Путина никто уже и не сомневается. Станет ли она разменной монетой, увидим. Но я в этом сильно сомневаюсь. Выпускать такой козыри с рук Байден точно не будет. Он сможет еще долго держать Россию в подвешенном состоянии, шантажируя украинским фактором. Зачем же лишаться такого преимущества? У России аналогичного противовеса нет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова